Алло, Решардович, привет! Привет! Скажи, это ты Змогаров убивал? Решардович? Да. Павел Владимирович, здравия желаю! Здрасте. Как дела на работе? Кто это? Это паук. Что? Зачем Змогаров мучаешь? Хочу и мучаю. А кто тебе право давал? Кто свободен. Кто-то тебе давал право мне звонить в свидание. Конституция дает мне такое право. Что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? Александр, здравствуй. Здравствуй. Как поживаешь? Вашими молитвами. Молитвами поживаешь? Молодец. Александр, что-то пишут про тебя, что ты каратель. Кто пишет такое? Да вот на сайте черная мапа оккупантов. Не знаю. Я такие бредовые записи не смотрю и там не посещаю. Так ты из Могаров не бил? Не. Кому я могу бить? Я добрый человек. Добрый человек. А Лукашенко поддерживаешь? А с кем я вообще разговариваю? Андрей Дмитриевич Шевцов. Комитет гражданского контроля. Если честно, по Вайберу на такие вопросы я не отвечаю. А чего? Ты же патриот. Ну, кого ты должен волновать? О, видишь, до чего мы дожились, что мы боимся полюбить Лукашенко по Вайберу. Я, во-первых, не вижу человека, не знаю, с кем я разговариваю. На такие вопросы отвечать не собираюсь. Так, а что будет, если ты ответишь, что да? А я не собираюсь отвечать. А значит нет? Я ничего не сказал. А, ну вот видишь, до чего мы дожились, что даже не можем определиться. Я так понимаю, разговор надо заканчивать. Не-не-не, Александр Яковлевич, все нормально. Все нормально. Мы, белорусы, мирные люди. А ты спецоперацию поддерживаешь? Я ни с кем на такие вопросы не разговариваю, не отвечаю. Всего доброго. Вот, видишь, до чего мы дожились. До чего Лукашенко нашу страну довел. Шевчук Александр, 12 февраля 21 года, совершил дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Привет, Леша. Привет. Леша, как сам? Хорошо. Как работа, как зарплата? Хорошо. А это кто? Это Андрей Дмитриевич Шевцов. Комитет гражданской безопасности. Даже не знаю. Во, так мы секретная организация. Тут нашли, короче, твое досье в интернете. Написано, что ты сильно много вреда причиню людям. Да, ну, такого не может быть. Короче, выступил потерпевшим в уголовном деле против 14 пинчан. Так же затребовал компенсации. Да. А зачем так надо было делать? Вы кто такой? Говорю, комитет гражданской безопасности. Андрей Дмитриевич Шевцов. Не знаю таких. Приходите на Кирова 53, мы с вами здесь в комитете. С комитетом вашим очень плотно пообщаемся. Что это значит? По телефону я подробные темы не обсуждаю. А чего так? Есть еще вопросы? Конечно, Леша. Ну, до свидания. Леша, давай не прощаться. На линии с командующим внутренними войсками. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, девушка. Добрый день. Вы живая или робот? А вы сомневаетесь в том, что я живая? А как вас зовут? Представьтесь. Я вписались в прямой телефонной линии. А вы, видимо, Андрей Владимирович Паук. Снова вы, да? Нет. Как вы узнали? Да вас по голосу уже узнаем. А, узнаете? Что же это? Конечно, вы же нас там не знакомы. Это лестно очень. Так а вас как зовут? Почему вы опасаетесь? А чего мне вас опасаться? Назовите свое имя, фамилию, должность. А почему я вам должна представляться? Потому что вы работаете открыто и гласно. Замечательно. Я специалист прямой телефонной линии, командующего внутренними войсками. А зовут вас как? Мама, папа вас как назвали? Скажите, а это самый главный вопрос в вашей жизни, что вы каждый раз звоните и пытаетесь уточнить, как меня зовут? Потому что это не запрещено. Мы как граждане имеем на это право. И вы нарушаете законодательство Республики Беларусь. Напоминаю вам. Андрей Владимирович, а я вам в очередной раз... Не-не-не, не надо, не надо. Это я уже знаю. Это я уже знаю. Скажите, Карпенкова можно услышать? Негодяя этого. Вопросом. Как стать милиционером? Какими качествами надо обладать? А военнослужащий внутренних войск? Вы же юридически подкованы, якобы человек, должны знать такие... Не-не-не, вот это пускай мне сам Карпенков ответит, а не вы. Если вы хотите стать военнослужащим внутренних войск, вы можете обратиться в отделение комплектования войсковых частей по территориальности, где вам нравится любой район нашей страны. Обращайтесь, говорите. Но с учетом того, что ваши морально-психологические характеристики не соответствуют внутренним войскам, вы вряд ли сможете им стать. Как вы это оценили? Какими критериями руководствуетесь? Общаюсь с вами неоднократно. И что, я вам нагрубил где-то, нахамил, нарушил законодательство, может? В том числе и да. А вы еще неоднократно нарушаете законодательство, и при гуманном отношении белорусского суда вам городит более шести лет лишения свободы, напоминаю вам, в очередной раз. Но я, в свою очередь, могу также напомнить, что и вам грозит уголовная ответственность за содействие и захвата власти в Республике Беларусь. А откуда у вас такие данные, что в Беларуси захвачена власть? Чем подтверждена легитимность Александра Лукашенко? Какими документами? Выборами, которые прошли у нас в стране. И где эти документы, где эти бюллетени? Чем доказана законность избрания? Послушайте, этот вопрос уже неоднократно всеми поднимался, и вами в том числе легитимность нашего главы государства подтверждена выбором нашего народа. Более старую полемику я оставлю. Девушка, я вам напоминаю, что не выбором подтверждена, а монополии на насилие. Потому что есть такие, как Карпенков, которые готовы бить людей, разбивать витрины, пытать, убивать. Вот благодаря этому держится режим Лукашенко на этом. А вы, девушка, как раз-таки потакаете этому и поддерживаете. Конечно, я поддерживаю действующую власть. О, как вас зовут? Надо про вас рассказать. Можете обо мне рассказать, как о специалисте, прямой телефонной линии? Знаете, в гитлевской Германии тоже Гитлера поддерживали. Тоже был законный холокост. Апортеид был законным. Все было законно у них там. А их все-таки осудили. Осудили все. И Путлера осуждают, и ордер ему выписан. И Лукашенко туда же идет. Вот так вот. Если Лукашенко победил, ему не нужно с помощью насилия удерживать власть. И вы сможете высказать свое мнение. А нет, так это вы тоже самое можете во время допроса рассказать. Вот сейчас мы на равных. Нету над нами надзирателей. Но мы с вами на равных. Я вам говорю о вашей ответственности. А вы мне говорите о моей. В Конституции самый высший закон в Беларуси. Вы уважаете Конституцию? Ну, если вы считаете, что ваши права нарушены, и Министерство внутренних дел, силовой блок, как вы там постоянно говорите, нарушает закон, обращайтесь в следственные органы нашей страны с заявлением. Это заявление будет всесторонне и объективно рассмотрено, и будет вынесено законное решение. О, девушка, хорошая корыстная парада. Только я вот хотел привлечь Карпенкова к ответственности за оскорбление меня, да? Помните, как он сказал, ах ты мразь, слышишь, что мы там с тобой сделаем, не знаем. И ни один орган не отреагировал, представляете? Ай, ты мразь какая, слышишь, да? Я не знаю, что с тобой будет, когда мы тебя найдем. Вы имеете право обращаться в вышестоящие инстанции, чтобы восстановить ваши права. Так и в вышестоящие инстанции обращался, тоже не помогает. Что же делать потом? Наверное, нету состава преступления, никто знаком не нарушил. Правда? Девушка, так я тебе скажу, ах ты мразь, слышишь, ну ты уродница, или как тебе сказать? А, я не знаю, что я с тобой сделаю, когда мы тебя встретим. Как тебе? Ну, знаете, ваше мнение, ваши высказывания меня ни в коем случае не трогают. Не трогают? Ах, жаль. Так вы такая холодная и безэмоциональная. Обращайтесь с органами, пообщаемся с вами на допросе. Всего доброго. Э, не-не-не, я не согласен, пока. Вот что хочу вам сказать. Со мной мусить будете сгодныя. Нелька ментов забивать у будни и у выходные. Треба ментов любить, дяковать, пестить, голубить. Ментов, повязанных жить, служить добронести людям. Не забивайте ментом, не проливайте им кровь. Хайены бьют столь кивас, и вот же пырскают газ. Не рвите им балаклав, хоть на законы он клал. И не показывайте бак, не бентешьте собак. Не бентешьте собак. Я ненавижу ментов, а лесопиватик не буду. Хай у сердца будь и любовь, Аллах казал, так и буду. Хайены добро живут, Ильгот и кватера машина. Ментов, повязанных жить, служить за гроши рыжим. Не забивайте ментом, дарите хлопцам любовь. Хайвам стреляют в спину, пьяны гуляют в войну. Не бедиху живут, Я ныне любять прыгнет. И не показывайте факт, не бентешьте собак. Не бентешьте собак. Наказ нам в каждом крестом, Что уродуе любовь. Подставшеку будь готов, Шануй загадку соров. Ось, что хотел вам сказать, Со мной может те быть незгодны. И моли нежка давать ментов невероконтые У пути и у выходные У святы новогодние У митинги народные Субтитры создавал DimaTorzok